В 100 метров Дмитрий впервые решил охотиться на медведя Охота на этого зверя открылась 1 августа Одно из мест, где водятся медведи в Свердловской области Это охотхозяйство в поселке Козел В 230 километрах от Екатеринбурга Дмитрий планирует вернуться домой с трофеем Охотничье хозяйство находится недалеко Но путь занял больше трех часов Потому что дорога была разбита после дождей Добраться затруднительно, но к этому нужно быть готовым Ну вот, ребята, видите, какое оснащение базы Везде техника стоит такая проходимая Видно, что люди вложились в хозяйство Это очень приятно Добрый день, с приятом Спасибо Как ваша здоровьица, Расул? Очень приятно Расул, очень приятно Пожалуйста, всего в медведь просим Спасибо Какие у вас тут хоромы? Не говорите Шикарно, шикарно Молодцы Прямо приятно посмотреть Еще бы медведь был, тогда бы вообще хорошо было Медведь там есть Есть, да? Ты видел? Дышится-то как легко Дышится, да Ну, вот это-то, наверное, не покупали Отсюда все Нет, нет, они стреляли сами Хороший Мишка Здесь у нас туалеты Два туалета и кладовка Ага Вещевой Понятно А где душ? Душ? Баня Отдел Баня, да Ну, понял Вот это, посмотри, какие клыки Нет, я тебя не мотивирую Бежать Я просто сам себя настраиваю Потому что надо один выстрел, точный А не так, как по гусям Что тут скажешь? Скажите опять реклама На самом деле, какая реклама? Просто приезжаешь, видите все своими глазами А то мне уже тут какие-то в комментариях пишут по поводу там рекламы охотхозяйства Слушайте, я за каждое зверя плачу Какая может быть реклама? Сегодня буду испытывать вот этот прицел От компании АТН Производство Китай Посмотрим, что за штучка Как она себя будет вести В реальных условиях Поехали на первую вечерку У них отдельный дом у егерей, да? Да Молодец Пуля держит Что держит? Пуля Ну, пчел держит, да? Понятно Дмитрий первый раз в этом месте И не знает проходимость дорог Вместе с егерем Александром Они решают, на чем лучше добраться на вечерку А на чем поедем-то? Да я не знаю, на этом-то проедем? Не проедем Или не проедем? Там подниматься еще, да? Нет Нет Ну ничего, он и так проедет Проедет? По высшему, да, поедет Сколько, говоришь, пчел? Плодоносят пчелы-то, нет? Несут мес? Ну, нынче Не доносят Нынче, если это Ну, я говорю, это только чисто из-за пчел Потому что некоторые наносили Ну, еще выше вот таких же вот Два корпуса Полное меду принесли И у себя мед Ну, я говорю, вот пять ведер Они только так вот Это что? А которые там полтора ведра только принесли Так что пчел нет Некому носить Вот и все Понятно Не хватает их Слушай, красиво у вас тут Прямо так аж это Я заехал, аж душа радует Дороги только тут не к черту Одна глина Так и хорошо А так начнут ездить Начнут ездить Зыбать здесь нельзя в деревне Зыбать это стрелять Значит Для особо придирчивых Будем все время показывать Лицензия есть Вот путевка есть Все вписано На медведя А то Некоторые просят Где лицензия закрытая Парни Ну, неужели я буду Сидеть там и полчаса Заполнять лицензии при вас Вам смотреть неинтересно будет Вы что? Документы у нас всегда Все в порядке Потому что браконьерскую охоту Я не приветствую Ну вот как-то так люди живут В деревнях Медом, пчелами Натуральным хозяйством Синокосами Охотой По-другому никак Как-то нужно выживать Пора ехать на площадку По пути егерь рассказал Что в этой деревне Где он сам вырос Население было более 600 человек А сейчас только 7 В радиусе 30 километров Больше нет ни одной живой души Вскоре Александр предлагает Остановиться и пристреляться Медведь опасное животное К его внезапному появлению Лучше быть готовым Сейчас на всякий случай Сделаем контрольный выстрел Поскольку пристрелял карабин Ну мало ли что Медведь штука такая Непредсказуемая и опасная Поэтому проверим Как он работает А то что-нибудь пойдет не так Съест нас с тобой В общем 3 сантиметра на 50 метров Карабин пристрелен на 150 Соответственно Все четко По дороге к вышке Или как еще называют Лабазу Происходит инструктаж Лабаз устанавливают На углу поля Чтобы иметь возможность Обзора во все стороны А вот и первый след Медведь здесь точно есть Видимо зверь Учуял охотников И ушел в другую сторону Пока медведь далеко У охотников Есть время Спокойно подняться На лабаз И занять позицию В такой охоте Многое зависит От направления ветра У медведя Сильный нюх Если ветер будет В его сторону То он учует Охотника Но у зверя Слабое зрение И он не ожидает Опасности сверху Лабаз на высоте 3-6 метров Идеальное решение Потому что Если добыть сразу Медведя не получится То он может Рассверепеть И начать преследовать Охотника Егерь говорит Что ночью Сидеть нет смысла Лучшее время Для охоты С 5 до 10 вечера Сегодня видели Очень много следов Кабаньих И даже Два следа медведя Один медвежонка А второй след Медведя Двухлетки примерно Размер следов Был не очень большой Но к сожалению Удача пока не улыбнулась Вечерка закончилась Ничем Не все Как говорится Коту масленица Но я не расстраиваюсь Впереди еще Целых 3 дня Надеюсь Что удача улыбнется Завтра Или послезавтра Во второй день Дмитрий решил поехать На другой лабаз Дороги туда совсем нет Охотхозяйство Предоставило УАЗик Ну что Вторая вечерка Может сегодня Выйдет к нам Косолапый Дали мне вот такую технику С Богом Впереди на тракторе Едет егерь Александр С утра он съездил На вышку Там все истоптано Есть шанс Встретить медведя С Богом Теперь только ждать Тишину леса Нарушил громкий рык медведя Ну что друзья Закончился второй вечер В общем пока Результата нет Но адреналин получили Мишка подошел на 120 метров То ли причуял То ли чуть-чуть подшумели Но вроде тихо сидели Но подошел Один раз гаркнул И все И ушел Даже не веток Ничего не было Но один раз гаркнул Он оператора Напугал только И все Меня часто просят Рассказать об оружии С которым я охочусь Сегодня расскажу Про прицел Как он себя ведет Это прицел Китайский От компании ATN Называется XA4K Этот прицел Работает Днем И ночью Ночью Это ночник А днем Просто прицел Он очень в хорошем качестве Пишет видео И звук То есть Момент попадания Снимает А также Все что после него Кратность у него 5 на 20 Соответственно Достаточно Хорошо он приближает И главное Все видно Картинка хорошая Этот прицел Достаточно легко Пристрелять Есть функция Пристрелки одним выстрелом Что она из себя Значит Выставляете мишень На 100 метров Стреляете Потом Наводите Перекрестие Туда Куда попала Пуля Ну и еще Вы производите Контрольный выстрел И прицел Уже пристрелен Можно идти на охоту В устройстве Есть также Калькулятор Дистанции выстрела Это очень крутая штука Наводите Дальномером На цель Соответственно Устройство Само рассчитывает Расстояние И выводит Точку прицеливания Для такого Умного устройства И Цены Около 100 тысяч рублей Он свою задачу Полностью решает И Вообще Просто Хорошая штука Если захотите Приобрести прицел В описании Будет ссылка На магазин Баллистика Для моих подписчиков Они дают 10% Скидку Поэтому Рекомендую Это устройство Свою задачу Оно вполне Выполняет В общем Сегодня Третий день охоты Хотел выехать На вышку Пораньше Но что-то Немножко Затягивает Егер Долго думает Короче Такое ощущение Что не хочет Чтобы мы Медведя взяли По пути К новой вышке Случилась проблема Застряли Егерь Предлагает Бросить машины И идти пешком Ветер в лицо Это хорошо Значит Запах и звук Не донесется До зверя Но Дмитрий С командой Все равно Соблюдают Осторожность Медведь Может быть Прямо На поле Уже Поэтому Идем Очень-очень Тихо Дима Смотри Под ноги Чтоб на ветки Не наступать Чтоб не хрустели ветки Медведь Медведь В ста метрах заревел Мишка, все равно нас слышно, он уже знает, что мы здесь. Ты далеко не отходи от меня сейчас, да он тебя стяпает, я даже не успею, не услышу. Третий день на исходе. А медведь так и не вышел. Зверя все-таки удалось добыть, правда другому охотнику. Ну что, пока мы с тобой прохлаждались, вот видишь, парни сделали с полем, Ваня. Сколько метров было? Да метров 15. Да? Ты с двадкого что ли стрелял? С карабина. С карабина, резного. Да? Охота продолжалась минут 30. Минут 30? Приехал, сел и все. В 17.05 я уже все готов был к охоте, уже все расчехлинул в готовности и в 40 я уже стрелял. Блин, красавец. А мы вот три дня здесь прохлаждаемся, по пять часов сидим и только слышали одного, может быть даже этого какого-то. Два года, да? Два с половиной получается, они зимой рождаются. Ну ладно, дружище, что делать? Парни, вот такая охота, как бы. 15 часов сидишь и хоть бы хны, ни одного даже мишки не видишь, а тут раз и готово. Выходили два мишки еще. Да? Второго не стал стрелять? Ну я бы не успел по времени. Они рядом прямо были? Да, полтора минуты. Один раз стрелял? Да, один выстрелил. Одним выстрелил? Куда попал? Попал с другой стороны. Тем боком стоял? Тем боком стоял. Он под лопатку четко попал. Да, он прыгнул, немного порычал, отбежал метров 15 метров. Ну еще раз поздравляю. Молодец. Немножко завидую, но белой зависти. Здесь медведь есть. Но мы пока его не видели. Судя по следам, зверя в этих местах много. Но удача в этот раз была не на стороне Дмитрия. Он решил остаться еще на пару дней и поохотиться на рябчика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok